И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную карту, как 1лок в Майнкрафт Хардкор. Давно это нужно было сделать, а я все откладывал и откладывал. Вот, собственно, откладывать дальше было нельзя. Начал строить нормальный загон для скота, разновидностей которого было и так много. А по факту в игре пригодятся лишь 2. Это коровы да овцы. Решил я поначалу загон для коров организовать, да не простых, а грибных, ведь от них больше проку, и в любой ситуации с помощью процедуры ножницуации можно их переобуть в нормальных. А загон для овец будет, но позже, как только они у нас появятся. А вот с остальными типами животных нужно будет что-то делать, и я ничего умнее не придумал, как позволить им добровольно прыгнуть в котел и приготовить из себя вкусный супчик. Думаю, они были не против. После чего настал момент достройки моей любимой ненаглядной базы. Я задумал построить второй этаж и там разместить общежитие для жителей. На чистой импровизации из говна и палок я начал строительство. Естественно, хотелось побольше вычурности и изящества. Но, как всегда, получилось не очень. Но ведь в этом и суть видео, чтобы вы как-то подсказывали мне, и мы вместе, делая ошибки, учились чему-то. После постройки пола я приступил к крыше, и, естественно, сделав прикольную двойную лестницу. На мое удивление, я даже не накосячил нигде, и эта простенькая крыша-грибок успешно встала с первого раза. Второй этаж я сделал с тем учетом, чтобы просто было замкнутое пространство, в которое мог бы попадать я и больше никто, ровно как и выходить из него. А с чердачным помещением я и вовсе заморачиваться не стал, и вследствие чего крыша стала потолком второго этажа. Единственное, что меня очень беспокоит, то что она полностью выполнена из дерева, а как я убежусь в этой серии, даже нецельные блоки очень хорошо горят. А значит, в один прекрасный момент, моя база может сгореть от случайно выброшенной не в том месте спички. Ну и в результате всего вышесказанного, вы уже можете наблюдать некие изменения. В частности, вы можете наблюдать у меня в интерьере уже алмазные вещи, которые я добыл благодаря торговле с жителями. Ровно так же, как я приобрел у них эту всю алмазную броню. Но обо всем по порядке. Дом сейчас наш выглядит вот так вот. Мы в него входим, получается, вот от одного нашего единственного блока сюда. Налево у нас как и были, так и остаются фермы. Направо, если мы повернем, мы увидим загон для скота. Из всех животных у нас здесь остались только коровы, которые почему-то не захотели спрыгивать вниз, а решили остаться здесь вместе с нами. Ну да и ладно. А после того, как мы спустимся обратно, и получается, войдем прямо от нашего основного входа, то мы попадем на такую вот развилочку. И по одной из любых лестниц мы попадаем к нашим жителям, которые сейчас, из-за того, что ночь у нас за окном, сейчас спят. Здесь вот находится большое количество кроватей, их здесь было еще больше, но пока что осталось именно столько. Кровати располагались у нас в вот таких вот маленьких комнатках, по моим планам. Здесь вот в каждой комнате должна была стоять кровать, но в таком формате не смогли бы разместиться вот эти вот наши столы профессий для наших жителей. Как вы можете помнить, с кроватями у меня большие были проблемы, но как же я их все-таки смог приобрести? В том-то и дело, что я их приобрел у нашего жителя с именем Оливия. Поставив ему здесь тканский станок, я смог расторговать его, сначала приобретая у него за один изумруд бирюзовую шерсть, а потом уже за три изумруда покупая обычные кровати. Иногда он делал скидки за два, изумруда продавал кровать, что, естественно, было гораздо выгоднее. Все эти изумруды, с помощью которых я покупал шерсть, я брал у нашего Джудита, который и дал мне первые изумруды. Дал я ему профессию лучника благодаря такому нашему столу лучника. Продавая ему палки, благодаря тому, что я рубил и рубил дерево, мне получалось надыбать большое количество изумрудов. Из-за того, что торги у него закрывались или как-то становились менее выгодными, также тут появились еще два таких же лучника, примерно с такими же смысловыми торгами. Изначально, как вы можете помнить, у нас было всего двое жителей, но благодаря тому, что я давал им по хлебу, они размножались, достаточно всего три хлеба для размножения, и соответственно, потом их дети размножались и так далее по нарастающей. И благодаря чему как раз вот такая вот популяция жителей у нас здесь сейчас имеется, которые сейчас они располагаются успешным образом на кроватях. Популяция больше расти у них не может, поскольку для того, чтобы их популяция продолжала расти, им нужно большее количество кроватей. Но я думаю, что в этом абсолютно нет никакого смысла, ведь и такого количества жителей мне хватает даже за глаза, и я даже не знаю, где их здесь размещать. Давайте пока приступим к тому, что я расскажу немножечко о жителях поподробнее. Как мы можем помнить, во первые чеки у нас здесь Джудит, наш первоначальный лучник, потом у нас здесь получается портной Оливия. Следующим у нас идет инструментальщик, благодаря торгам с которым мне удалось выторговать у него алмазную кирку и алмазный топор. В принципе, они достаточно дорогие, у него торги получаются, но я думаю, то что это терпимая цена за алмазные инструменты, учитывая наше реалии. Следующим у нас идет фермер, я пытался подняться также за изумруды у него, но это оказалось менее выгодно, нежели торговать палками. Следующие две ячейки я тоже вам уже показывал, тут у нас сидят под двое лучников. В следующей же ячейке после лучников у нас здесь обитает оружейник, расторговать которого достаточно очень проблематично, из-за того, что все торги у него очень жесткие, и ни угля, ни изумрудов у меня нет сейчас в таком большом количестве. Ну а последним стоит, у нас здесь бронник, и самое главное, то что если любого бронника расторговать до уровня мастера, он будет продавать нам алмазную броню, в которую я в принципе сейчас и оделся. Чары здесь мне не особо нужны, главное, что она есть алмазная, и в случае чего от всяких фражин она способна будет меня защитить. Следующие жители, которые я хочу вот здесь поместить, будут в принципе все жители, которые будут торговать всякими различными книгами, но для того, чтобы я смог растроговать на такой уровень жителей, мне нужны, как ни странно, кафедры. Кафедры крафтятся из книжной полки. Книжная полка из книг, а книга из бумаги. Бумагу я знаю способ только один получить, это использовать сахарный тростник, но сахарный тростник я не знаю, где заполучить каким-то легальным способом, кроме как продолжать рубить один блок, что естественно без вас за кадром я не делал. Также вы можете наблюдать здесь моего любимого и уважаемого зомби, которого я успешным образом засадил в лодку, благодаря чему он здесь не пропадет со временем, я надеюсь на это. Но он у нас здесь сидит в надежде на то, что когда-нибудь я смогу получить стержень эфрита и крафтить все-таки зелеварочную стойку и вылечить его, тем самым получив жителя, который будет очень выгоден по торгам. Сейчас же планы на серию очень грандиозные, мне нужен очень сильно кварц и возможность добывать кварц, то есть мне нужен выход Незер, ведь именно благодаря кварцу я смогу скрафтить наблюдателей, благодаря которым я смогу сделать автоматические фермы всего и вся, и в частности уже наконец-таки ферму мобов. Но для всего этого мне нужно продолжать рубить этот один блок в надежде, что я здесь найду что-нибудь по-настоящему интересное. Ну и конечно же в своей манере я забыл вам показать все те ресурсы, которые я получил благодаря тому, что торговал жителями. И все вот это мне пришлось у них купить только для того, чтобы повысить их уровень до уровня мастера, для того, чтобы разблокировать все необходимые инструменты и возможности. Опа, неожиданно. Еще один музыкальный сундук с еще одной пластинкой. Теперь у меня имеется три книги и три пластинки. Зачем это мне? Правда, я не знаю, но пускай будут. А, ну естественно, я забыл еще об одном маленьком нюансе, что мне нужно в обязательном здесь порядке заиметь. Это обычное ведро с лавой, благодаря чему я смогу получить лыжник в неограниченных масштабах. Я на самом деле сильно радовался, если бы я здесь смог найти, скажем, какой-нибудь обсидиан, для того, чтобы скрафтить зачаровалку. Но и она мне будет очень бесполезна без сахарного тростника, который никак я здесь найти не могу. Один только уголь, мертвые кусты да кактусы. Очень приятно неожиданно я нахожу сундук с сердечками, а это значит то, что после ломания этого сундука мы перейдем на новый уровень. Так же, как и для меня и для вас это будет интрига, что это будет за уровень. Здесь есть немножечко изумрудиков, пузырьки опыта, паутина и акация. Сейчас надо немножечко разгрузить инвентарий, а только после этого уже ждать что же там будет новенького. 5, 4, 3, 2, 1. Охо, Незер. Ха-ха-ха-ха-ха. Я не могу не радоваться этому. Незер, наконец-то, Незер. Мы его ждали на протяжении всех трех серий. Это просто вау. И нам пришлось выкопать при этом всем всего 3090 блоков. Я надеюсь то, что в Незере мы сможем найти ведра славы. Кварц и все необходимое нам. Так, стоп. Если это Незер, значит тут могут быть ифриты. Давайте немножечко сейчас перестрахуемся. У меня тут где-то заготовлен был на черный день вот лук. Хотя бы с первой силой немножечко себе стрел для того, чтобы иметь возможность отстреливать всякого рода ифритов и прочих вражин, которые захотят мне зла. Зомби пиглины, да? Ладно. Ничего себе. На самом деле я никогда с ним дело не имел, но это вот этот блок осколки прошлого, да, именно древние обломки. Из них мы можем получить Незеритовый улом, а уже потом скрафтить Незеритовый слиток, что позволит мне создать Незеритовые инструменты. Но я думаю, что до этого мы еще рано или поздно дойдем сами. А вот то, чего мы очень сильно ждали. Первый наш обсидиан, который мы здесь добыли. А это значит, что мы с вами сможем скрафтить либо чародейский стол, привет, Линя. Я только сейчас тебя заметил. Братан, ну как ты туда забрался? Идем слази оттуда. Я так понимаю, ты спавнишься из-за того, что те жители, которые обитают у нас там, видят зомби, которые находятся у нас на первом этаже и для того, чтобы защитить себя, спавнят как раз-таки голема. Ну хорошо, раз спавнят, так пусть спавнят. О, кварц. Привет. Всего 4 штучки. Маловато. Я хотел бы больше. Нужно хотя бы штучек 16 для того, чтобы начинать строить ферму, я думаю. Не меньше. А вот и вражины. Ну-ка, удивите меня. Так, не водой, я прошу вас удивить себя. А вот, я же нефрита. Ура. Это вот сокровище наше, которое нужно хранить как зеницу ока и никому никогда не отдавать. Но для зелеварения нам нужно их два, потому что нам зелеварочную стойку по новой механике нужно чем-то запитывать. Неожиданно и приятно. Визер скелета начали здесь спавниться. Если бы ты что-то дропнул, было бы гораздо приятнее, но увы. Гаст! Стоять! Напугал же ты меня. Напугал, очень знатно напугал ты меня летающий мой. Из-за того, что он застрял здесь в блоках, он, естественно, никуда влететь не мог. Но зато он нам дропнул с резинку Гаста, которая очень сильно нам поможет в зелеварении. Из нее можно сделать классное зелье регенерации. Но я по-прежнему здесь, сколько бы ни ломал блоков, не нахожу ни одного ведра славы или намека на ведро славы или хотя бы тростник. Ну ладно, будем ломать до победного, нам уже ничего другого здесь не остается. Ура! Ребят, это победа! Это победа! Ведро славы мы нашли с вами. Одно, единственное, но ведро же. Выпало это ведро мне из-за сундука, который я здесь сломал, даже не задумываясь о том, что будет внутри. Ладно, одной проблемы меньше. И получается, нам из ненаденого останется, наверное, лишь большое количество обсидиана на портал. Вообще, у меня начали вопросы возникать, откроется ли здесь Незер, предусмотрено ли этой карты то, что я могу здесь открыть этот портал, и какой вообще будет здесь Незер. Потому что у меня кое-какие подозрения закрадываются, то, что возможно тут Незер будет таким же, как и Верхний мир, то есть состоятельство всего одного блога. Но мы узнаем это только, когда в него непосредственно попадем. Монстр пати. Еще одно очередное. На этот раз за очень злобными, я так понимаю, с трюками. Мне не стоит забывать о полублоках! Что? Что? Стой! 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 Блин, нет! Не-не-не-не-не-не-не-не ты не сгоришь! Стой! Кому сказал? они освободили жору ладно это не такая большая потеря надеюсь больше нигде никакого огня нету негодяя да вы чё-то вы все горите то блоки горят что простите с каких это версии майнкрафта блоки горят ладно не хотите по хорошему будет по-плохому я еще возьму сейчас полублок и буду вас основательно так заставлять чтобы не было переживаний по поводу вашего лута хотел я сохранить и фритов поблизости но блин раз конечно не очень сильно пугал вот одна кстати из тех причин которые я не люблю строится из дерева как ни странно она горит вот такого вот хардкора могут принести банальные мобы из ада в наш геймплей отбились мы хотя бы от них да это стоило мне больших нервов скорее им каких-то опасностей из потерь мы понесли всего одну ступеньку и пожалуй вот этот вот один блок надо сейчас это все по-быстрому восстановить чтобы не забыть который сейчас задумался сколько же я и плита в монстр party убил и добыл при этом всем всего два стержня это вот к вопросу о том как мне сильно не хватает удачи мы имеем сейчас всего три стержня и фрита и помимо того что мне нужно создать рано или поздно зелеварочную стойку и с помощью неё осуществить выздоровление наших жить не нужно еще каким-нибудь способом ведь зажечь портала в энд который у нас надеюсь здесь рано или поздно появится ребят я знаете чё только сейчас осознал то что ведь для того чтобы создать это зелье от слабости мне нужен на рост из незера а на рост я так не получил уже то есть прямо сейчас пойти этих жителей лечить я же не могу мне нужно все равно здесь добывать и ждать когда на рост из незера попадется мне надеюсь в сундуке или какой еще мне есть выбор как его заполучить и ну или все-таки найти себе способ сделать портал ватт сразу два газ то что я испугался больше чего не вреда нанесли благодаря наверное брони и наверное только ей я смог остаться здесь практически без урона бедный йорик erp визор скелета неожиданно очень неожиданно и очень приятно спасибо вам моменту получения 1 визор черепа мы с вами добыли 600 блоков примерно начиная с начала серии и 5 обсидианов мы успешно продолжаем увеличивать эти оба числа наконец-то нашел здесь 10 обсидиан про это значит то что мы сейчас прямо можем после того как естественно все отсортируем начинать пробовать построить здесь портал хочу я разместить портал просто для того чтобы проверить разместиться ли он у нас потому что что-то внутри меня подсказывает что все-таки правильный ответ нет зажигайся зажегся неожиданно ну-ка попробуем войти я поверить не могу только посмотрите нормальный ад нормальным кварцом нормальным количеством лавы вау кости даже тут есть вау другому я не могу это сказать вопрос спавнится ли здесь крепости я не знаю но это будет достаточно хороший вопрос но с шейдерами просто посмотреть как это все атмосферное и очень липового смотрится мне страшно если честно туда куда-то ссуваться пока что на данном этапе по крайней мере я думаю то что мы обязательно снарядим какую-нибудь экспедицию в этот ад но не сейчас очень не сейчас поэтому я пока что рушу один блок для того чтобы не использовался этот портал как спаунер для свинозомби ведь именно благодаря этой механике спавнится свинозомби возле портала вернемся мы к тебе позже а пока что мы надеюсь в скором времени преодолев порог еще хотя бы 200 блоков перейдем на новый этап и получается из ресурсов которые мне не хватает который я до сих пор не получил остался наверное только тростник который необходим не для открытия мне зачарование и для улучшенной и невыобразимо классные торговли жителями ну а еще и забыл и конечно же она росте из нэзера или нэзер варты называйте как хотите которые нужны мне для зелеварения и это наверное остался последний необходимый нам ингредиент эти не прошло 200 блоков мы с вами получаем банд воли gift ведро славы 3 на секундочку но учитывая то что у нас там все-таки в портале есть безграничное количество обсидиана вы на это закроем глаза ломаем мы здесь блок 80 секунд ожидания мы подождем без проблем и восьмая фаза иду что переводчик нам говорит что это идиллия чтобы это не значило как я понимаю это просто вот рай якобы для нас но я думаю то что этим режим и этой фазы идиллии мы обязательно займемся но уже в следующей серии ну и уже по сложившейся к традиции под конец этой серии я продолжаю традицию нашего небольшого интерактива а именно этот интерактив заключается доске почета то что любой рандомный комментатор из прошлого видеоролика может попасть на эту доску а если же имя его здесь уже имеется то соответственно уровень его от доски почета повышается например с 0 до 1 то есть до кожаного с кожаного до железного и так далее в этот раз на доску почета попадают сразу несколько человек и первым является вот этот человек с вот этим комментарием рада приветствовать тебя в наших рядах ну и следующий на доску почет попадает у нас новенький с вот этим ником и вот этим комментарием ну и последним попадает на этот раз вот этот ник вот этот комментатор и вот этот комментарий но напоследок же хочется просто напомнить что у каждого из вас есть шанс попасть на эту доску вам лишь нужно оставить рандомные комментарии и и великий бог рандома обязательно выберет вас но пока я думаю то что постепенно на таком прекрасном моменте мы будем заканчивать эту серию следующей серии нас ждет много чего интересного интересного, начиная буквально с похода в ад, заканчивая возможной постройкой мобой фермы. Ну а на этом пока что все, всем спасибо что смотрели, у микрофона был как всегда ваш покорный слуга Мамору, еще услышимся!